Лауреатами премии правительства Российской Федерации в области науки и техники за прошлый год стали 14 научных коллективов страны. В их числе Александр Самоделкин, руководитель Новочебоксарского научного центра биотехнология. Торжественная церемония вручения награды состоится чуть позже. Наша съемочная группа встретилась с лауреатом. В составе научного коллектива 10 ученых из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода и Новочебоксарска. В течение многих лет специалисты детально разрабатывали технологии и методы защиты здоровья животных и животноводческой продукции. Всего в копилке 13 методик и систем лечения животных. Кроме того, в соответствии с программами импортозамещения создано 16 новых лекарственных препаратов. Мы начали разрабатывать технологии, которые были завязаны на отечественное сырье, на отечественных разработчиков. Ведь сегодня в недрах наших научно-исследовательских институтов очень много есть разработок, но не востребованных. Для внедрения разработок в производство в городе Сергеев Посад в 2012 году был построен современный завод агро-ветзащита. Идея создания такого крупного предприятия принадлежала руководителю проекта Сергею Янгашеву. Завод сегодня крупнейшее предприятие в своей отрасли. Производимые препараты поставляются в 114 стран. Многолетняя работа потребовала четкой систематизации. Александр Самоделкин выступил инициатором создания единой базы. Так появился научно-внедренческий центр биотехнология. Он работает в Новочебоксарске. Сегодня здесь аккумулируется вся информация в сфере биологической безопасности. Создана единая база отечественных производителей биотехнологических препаратов. Здесь есть те специалисты, которые могут оценить качество препарата, сделать его анализ, систематизировать все, что сегодня в стране наработано с точки зрения производства новых препаратов, методик, систем. Премия такого уровня – это государственный знак качества. Современные ветеринарные технологии, методы защиты животноводческой продукции изучают в вузах и колледжах страны. Но главное – все они нашли практическое применение. Богдана Дойникова, Валерий Резюков, Республика.